Здравствуйте! Это Открытая Кухня. Рецепт картошки по-французски проверен годами. Это всегда вкусно, красиво и сытно, поэтому и подходит для любого торжества. И кажется, здесь нет возможности импровизировать, но это не так. Сегодня свой вариант знаменитого блюда продемонстрирует наша гостья Ирина Крестиогла. Манеж Хабаровского цирка на месяц превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами, каскадами водопадов и захватывающей игрой света. К нам приехал долгожданный цирк на воде. О том, почему новая программа называется «Остров сокровищ» и что на этот раз приготовили артисты для зрителя, расскажет коверный цирк на воде Денис Мурзалев. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада, что вы к нам пришли, потому что это значит, что сегодня будет какой-то мировой рецепт, но с нюансами. Что мы готовим? Ну, мы готовим картошку по-французски, но я ее немножко видоизменила. То есть, да, я люблю ее вроде бы и классическую, но сегодня она у нас будет с фаршем, не с отбивными. Вот так. Вот, да. И изюминка, ну, я так думаю, это я добавлю туда немножко чернослива. Вот так, да? Опять же, почему? Почему? Потому что картошка, она у нас, ну, как, немножечко пресная такая, да? Вот вроде бы, как бы в нее ни что не добавлял. А когда мы добавим немножко чернослива, появится немножечко кислинка, и такая вот своеобразность появится. Отлично! И я вижу, что у нас еще свекла, тут, наверное, будут какие-то вообще чудеса. Но это не чудеса, это у нас мы сделаем, попытаемся сделать розочки со свеклы. И добавим туда крабовые палочки. Да, крабовые палочки, сыр сливочный и чесночок. Отличное сочетание. Крабовые палочки пока у нас в морозилке, потому что мы их будем тереть. Ну, а мы займемся картошкой по-французски. Приступаем. Мы начистили картофеля, приличное количество, и теперь нужно первым делом его нарезать, правильно? Да, его мы нарезаем. Вот, это образец. И поехала наша фабрика. Да, мы его нарезаем, как говорится, такими вот пластиками, тоже пластиночками, чтобы... Удобно было укладывать. Ну, да, он, в принципе, укладывается удобно, потому что один нахлёст мы немножечко делаем. Ну, это, наверное, знаете, такое картошка по-французски, больше мужское блюдо, потому что оно такое очень сытное. Как фарш в нём появился у вас? Это ваша личная придумка? Ну, да, это личная придумка, потому что как-то тоже... Ну, мне он тоже нравится, что это очень быстро готовится. Почему фарш? Потому что, ну, не всегда бывает размороженное мясо. Угу. Вот. И решила как-то попробовать, чтобы всё-таки сделать именно с фаршем. Ну, вроде бы понравился. Зашло, да, мужчинам? Да, 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 моим мужчинам зашло, потому что оно вроде бы тоже получилось очень сытно, вкусненько от фарша она получается. Картошка у нас такая, она более, ну, наверное... Ну, мягкая. Помягче становится, потому что там же тоже и влага есть у нас в фарше. Ну, фарш, как обычно, я делаю... Вот расскажите про него, потому что все же он такой, знаете, индивидуальный. Что вы добавляете? Ну, фарш я всегда беру говядина, свинина, всегда. Вот. И, ну, естественно, лук, пару луковиц. Вы сами делаете фарш, то есть это не покупной, да, домашний, всё? Да, вот. И потом можно, допустим, я добавляю туда ещё томатную пасту, ложечку столовую, и добавляю чай. Вот я и говорю, у вас ни один рецепт не бывает такой, что я взяла, значит, стандартно, традиционно, так, нужно что-нибудь придумать. А вот у вас, мне интересно, есть такое, что а что я добавила, дорогой? Играйте в такие... Ну, иногда играем, да. Иногда играем, особенно, ну, вот, как мы лепим пельмени, допустим, и, знаете, и в те же пельмени... Давайте немножко здорово. Да, и в те же пельмени, допустим, вот, особенно если это новогоднее, ну, вот, на Рождество. Ну, можно положить соль, можно перец положить, допустим, чтобы кому он попадётся, тому вроде бы как удача получается. Вот. Ну, да, часто вроде бы вот так вот, когда делаешь, оно получается... Ну, я даже не знаю, почему я, когда начинаю готовить, у меня что-то появляется, вот, да, ну, как говорят, да, что есть в холодильнике. Ну, это просто, знаете, я сейчас вот сразу скажу, вы можете преподавать курсы, сейчас же все курсы ведут какие-то, да, марафоны. Идеальная жены, это вот к вам. Вот, расскажите, пожалуйста, чем кормить мужчин, чтобы им нравилось, и как вот это вот ваше вдохновение просыпается. Потому что очень большое количество женщин просто, знаете, вот вы говорите, всё, что есть в холодильнике, как-то взяла, сложила в одно блюдо, и так вкусно получилось, и все восторгаются. А некоторые открывают холодильник, смотрят туда и думают, господи, что же сделать-то, и доставку заказывают. Ну, да, видите, сейчас, может быть, потому что мы всё-таки в своё время тоже умудрялись прийти с работы и налепить пельмени, или налепить вареников, и что-то вот, как говорится, в наше время, когда этого не было. Маш, я прошу прощения, вам лук, мне помидор. Хорошо, всё. Я обычно лук не режу, но ради вас. Ну, давайте я. Потому что плачу. Не-не-не, я сейчас всё сделаю. Я намочу холодной водой нож. И всё будет хорошо. Тоже кольцами, да? Да, да-да-да, тоже кольцами. Так, этот я порезала помидорчик. И тогда я сейчас порежу немножко чернослива, чтобы мы его не целиком ложили, а такими вот тоже. Я-то поняла, что меленько, да, мы его сверху, он больше для украшения, или мы внутрь тоже? Нет, я внутрь его добавляю на первый слой, вот когда мы сейчас с вами начнём выкладывать. Вот. Поэтому вот, ну, я говорю, тоже я его много не кладу, но чуть-чуть так, знаете, вот чтобы это... И сейчас мы с вами начнём его собирать. Да. То есть сначала мы все ингредиенты приготовили? Ну да, так быстрее, но вроде бы так удобнее. И в идеале, конечно, в две руки. Но в вашей семье готовите вы? Не всегда. У меня может готовить муж. У него есть свои, так сказать, и нами всеми любимые блюда. Короночки, ну какие? Короночки. Ну это, во-первых, селёдка под шубой. Но он тоже, опять же, знаете, вот действительно у нас она тоже немножко другая, потому что мы её добавляем. Яблоко кислое в шубу. Да, да, да. Зелёное яблоко. Да, зелёное кислое яблоко. Это между каким и каким слоем? Ну, получается вот у нас селёдка, один слой у нас лук, потом селёдка и сверху яблоко. А, вот надо попробовать. Да, попробуйте. Так, мы ждём Нового года и пробуем. И вот эта шуба под селёдкой, она тоже получается такая вот с этим яблоком, такая вот, ну, пикантненькая, немножко не такая, как другая. Вот. Он очень вкусно у нас печёт блины. Если я вкусно пеку оладьи, муж у нас печёт блины. Сейчас я такая выдохнула, а мой тоже вкусно печёт блины. Я сырники у нас тоже вот как-то разделею. Ну, вот как-то, да, что-то моё, что-то его. Ну, всё, вот мы с вами приготовили, мы теперь... Смотрите, что мы сделали? Мы форму изначально смазали маслом, не только низ, ещё и по краям, чтобы ничего у нас не прилипало, не приставало, ну, чтобы хорошо отделялось. Так, дальше что делать? Ну, всё, мы убираем кисточку, начинаем выкладывать, первый слой мы выкладываем картошку. Мы тут, мне кажется, картошки сделали на 150 порций. Да, ну ладно, мы её выкладываем, ну, вот тоже внахлёст вот её можно ложить, чтобы она вот закрыла у нас с вами всё дно. Её можно тоже будет положить несколько слоёв, потому что, ну, картошку, в принципе, любят, я думаю, у нас многие, да. Ну, есть у меня, конечно, одна девочка маленькая, которая не любит картошку. Есть такую, да, да, есть такие. Очень мало. Вообще картошка, знаете, это еда для детей-малоежек. Я вот проверила уже, в Китае называют её лекарством от худобы. От худобы? Да. Ну, вот смотрите, теперь нам надо немножечко присолить, поперчить. То есть вот, да, вот чуть-чуть, потому что, чтобы не перестараться, потому что соль есть у нас и в фарше. Чуть-чуть совсем, да? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Дальше. Вот. Я чуть-чуть, да, поперчила. И вот теперь я немножко выкладываю сюда. То есть вот он внутри, да? Да, да, да. Вот он, чтобы... Я думаю, что он сверху только на украшение, но нет. Нет, вот он, почему я говорю, для того, чтобы он дал вот ту кислинку, которую хочется, чтобы картошка не была просто... Вот. Но сюда вот, смотрите, сюда можно сейчас добавить майонез немножечко. Хорошо, да, отлично. Мы используем майонез провансаль от хабаровского МЖК. Почему его? Потому что в нём нет ни грамма крахмала и никаких искусственных консервантов. Хозяйки на заметку. Для того, чтобы сделать блюдо ещё вкуснее, я использую провансаль от МЖК. Свежий майонез местного производства. Только из натуральных ингредиентов. И всегда радует качеством. Производится по традиционной гостовской рецептуре, которой уже более 40 лет. Провансаль от МЖК. Свежесть, натуральность, качество. Почему я тоже люблю его в таких пакетиках? Да, да, да. Очень удобно, вот честно. Потому что ложкой, да, не всегда удобно. Я порадовалась, когда вы пакетики такие занесли. Думаю, отлично, наши. Так, сколько ещё? Всё, 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 хватит. Сюда много не надо, да. Я могу много манезы. Да, теперь мы кладём фарш. Фарш подряд, да? Да, да, да. То есть мы его тоже прям так вот, как говорится, не боимся положить, потому что мы же нам надо мужчин накормить. Конечно, да. И самим ещё поесть. Себя мы не забываем. Но самим можно и пироженкой обойтись, к примеру, или мороженкой. Мне так больше, да, такое больше нравится. Ну, неправда, неужели вот ты приготовьёшь? Нет, нет, съем, но от пироженки никогда не скажу. Это важно, да. И сверху мы опять выкладываем картошку. Всё, дальше следующий слой. Да, следующий слой картошки. Сейчас будет, мне кажется, идеально по количеству. Я думала, много её будет, но давайте мы её постараемся всё уложить. Меленько, вот так вот, со всех сторон. Так. Потом у нас сверху что идёт? Ну, сверху у нас мы выложим, потому что вот мы с вами порезали лук. Ну, лук, он уже есть у нас в фарше, как я говорила. Ну, вот эти можно не лошадь. Давайте вот такие вот. Да, кругленькие, которые у нас есть. Сверху. Вот, мы их положим, покладём с вами. Вот так, красиво. Ну, мы тоже чуть-чуть присолим, приперчим. Вот, но тоже умеренно. Ну, я думаю, хватит. Да, всё. Вот, тоже чуть-чуть, потому что и в майонезе, и везде у нас есть это всё, да. Ага. Вот, теперь мы выкладываем помидоры и лук. Как мы, хатично? Ну, хатично, да, можно вот через одну, чтобы было очень красиво, да, вот так. Мне кажется, да, здесь такая красивая эстетика. Вот так вот мы можем положить, покласть. Так. Вот так, да. Потому что помидоры, вот, я когда добавляю, когда нет, потому что они тоже дают свой сок, и картошка получается более такая вот... Сейчас ещё лука положу, потому что лук вот здесь, он будет совершенно другой, нежели сырой. Да, вот точно так же. И вот теперь сел. Немножечко, да, сюда уже сверху, вот именно, как вы говорите правильно, для красоты. Вот, и опять же верхний слой майонеза. Майонеза. Ну, здесь уже так вот можно, чтобы он был у нас... Ровненько, да, нужно будет ложечкой разорвать. Можно ложкой, да, ложкой можно будет это сделать, да. Это уже всё. Заполняем красоту. Да, да. Ложечкой. Давайте ложечкой и будем... Да, и ставим в духовку. Да. Сколько в духовке это всё будет? Ну, в духовке, опять же, в зависимости от того, какая у нас вот с вами порция. Но вот я думаю, что вот эту мы должны будем продержать в духовке минут 40-45. Градусов сколько? 180. 180 градусов, 40-45 минут отправляем в духовку. Я предлагаю прерваться на короткую рекламу, после этого займёмся сверху. Да, но можно ещё вот сюда добавлять сыр. Но можно не добавлять. Отлично. Оставляем так и отправим в духовку. Ставим в духовку. Итак, розочки из свёклы. Да. Что мы же мы зачем делаем? Вначале сразу свёкла, наверное. Да, во-первых, свёкла, я её отварила. Да. Вот, почистили. И начинаем вот... Лепестки. Лепестки делать, да, вот, желательно очень тонко её по кругу вот таким образом нарезаем. Ага. Вот ювелирочка начинается такая. Да, 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 да. Потому что... Вот так вот. То есть по кругу вот так прошли, и вот один лепесточек, да. Но это уже даже не лепесточек, это уже целая розочка у нас с вами получилась. В это время я нарезаю крабовые палочки. Крабовые палочки. Но в идеале было бы в морозилочке подержать серьёзно их, и можно было бы тогда натереть. Оно тогда было бы хорошо. Но так как у нас они с вами немножко потаяли, их просто надо немножечко порезать. Да, нарезаем их мелко. И я так понимаю, что это будет как раз-таки начинкой, да? Да, начинка, как говорится, они же вот у нас... Мы сделаем вот эти лепесточки, как вы говорите. Это ещё одно эстетически вызывающее удовольствие блюдо. Ну, свеклу, да. Очень многие у нас же не любят свеклу. И когда вот они стоят такие красивые вроде бы на столе, вроде бы хочется взять и попробовать, что же там в ней такое находится. И потом многие говорят, ну, в принципе, есть можно. Вообще, на самом деле, есть не то, что можно, её нужно есть. Вы как-нибудь, знаете, заморочите, сейчас же гугл всем в помощь, и просто посчитайте про свёклу, какое количество полезных элементов там. Полезных веществ, да. Вплоть до, ну, наверное, предостережения всяческих онкологических заболеваний. Вот просто вот я вам советую посмотреть, и вы полюбите свёклу, потому что любить её просто вредно. Так, и в итоге мы теперь... Ну, в итоге, да, вот мы... Сейчас я ещё один сделаю. И покажем, как это всё дело собирать. Да, да. Ну, мы сейчас с вами вначале сделаем начиночку, пока вот вы так красиво у нас тоже... Я стараюсь меленько, но когда они мягкие, их сложновато мелко. Их сложновато. Ну, ничего я справлю, да. Ну, вот я буду на тёрке прямо совсем хорошо. Ну, в общем, если вы будете за нами повторять, а я советую это сделать, нужно всё-таки подготовить хорошо. Да, Маш, вот я беру тоже ложку, вот здесь у меня сливочный сыр. Сливочный сыр, да. Да, я его, в принципе, тоже очень люблю, потому что, ну, вот для таких этих... Вот мы кладём сюда с вами сыр. Сколько хватит? Ну, можно, да, можно... Я ещё буду параллельно нарезать. Да, добавляем сюда тоже. Всё? Да, да. Так. Добавляем. Так. Также мы немножечко поперчим. Поперчим, и сюда можно также добавить нашего майонезика. Да, всё, новенький. Один мы уже использовали для картошечки по-французски, которая очень хорошо себя чувствует в духовке. И скоро же мы будем её доставать. Так, и сколько? Да, ну, немножечко. Всё, хватит, да. Потому что сыр, он сливочный, он сам по себе такую консистенцию даёт. Вот. Ну, в принципе, вам тоже можно уже, наверное, не нарезать. Всё, хватит, да? И вот смотрите, да. Теперь мы возьмём вот сейчас маленькую ложечку. Есть у нас маленькие ложечки? Нам ими будет просто удобнее... Держите одну, вторую. Да. Нам ими будет очень удобно размазывать. А чесночок куда? А чесночок мы вот добавим вот сюда, да. Сразу, да? Я про него забила. Да, его просто. Я не забыла, потому что если он есть, он обязательно должен... Должен быть, да. Да. Попасть в начинку. Ну, я тоже чеснока много не кладу, потому что, ну, кто-то любит, кто-то нет. Но для запаха, для того, чтобы... Очень хорошо. Опять же, я любитель свёклы, я поэтому скажу вам, что с чесночком она, конечно, по-другому заиграет. Вот. Вот это мы с вами приготовили. Теперь вот смотрите. Мы свеклу чуть-чуть, вот которую мы разложили вот так, мы её чуть-чуть присолим. Так. Мы её чуть-чуть присолим. То есть прямо вот здесь, да, на доске? Потому что она же у нас не этот... Мы вот так прямо чуть-чуть... Она такая пресненькая, поэтому мы немножко усиливаем вкус. Всё, мы её присолили. Дальше. Вот. И теперь вот берём маленькую ложечку и потихонечку начинаем, вот чтобы не порвать, начинаем раскладывать на свеклу вот так. Я напоминаю, Ирина ведёт курсы идеальной жены. Если кто-то забыл. Я сейчас сама вам эти курсы придумала, потому что я наблюдаю всегда за теми блюдами, которые вы у нас готовите. И вот, знаете, очень хочется, чтобы каждая хозяйка, она этим овладела. И мне кажется, тогда путь к сердцу мужчины, он вообще... Ну, помните, как в фильме, да? Я, говорит, тут за кукареку. Ничего страшного. Говорит, мы её, говорит, выучим. Скоро, говорит, придёшь. И вот таким образом мы начинаем вот скручивать. Вот смотрите, вот потихонечку. Не, ну вот, чтобы как вот вроде бы розочку создаём, да? Вот таким образом вот мы её скручиваем. Вообще, мне кажется, что это из советских времён скорее такое блюдо. Вот почему-то я представляю себе это на мамином столе. Вот я не помню, что прям точно так вот бы делали. Ну, может быть, что-то другое было такое, да. Потому что... Ну, а мы же тоже, когда в наши времена, мы же тоже что-то придумывали. Хозяйки, мне кажется, были изобретательные. Потому что придумывали сами. И мне кажется, каждая из нас помнит из девочек, что у мамы была книжечка. У вас была такая вот записнушечка, да? Ну, она и сейчас у меня есть. Она и сейчас есть. Да, да. А мы что? А мы сейчас ищем всё в интернете. Так, какой-нибудь интересный салат. Вот набираешь интересный салат, и всё. Это вот, то есть до тебя ещё очень много кто набирал. Да, я это... И всё, и не сохраняется это. А когда у тебя была твоя записнушечка, где всё... Ну, где ты вот пришёл тоже в гости, ты увидел эту вкусняшку, ты что-то себе записал, и уже потом, ну, тоже ты же можешь её что-то добавлять, что-то где-то придумывать. Поэтому, ну, может быть, вот у нас с наших времён это и осталось. Потому что... Ну, это сейчас, с одной стороны, хорошо, много времени ты не тратишь на кухню. Пошёл там, купил, тут привезли тебе. Души же нет. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, когда вот уже вроде бы когда работаешь, да, а когда ко мне приходят гости, и я очень люблю гостей, то тогда я начинаю вот уже что-нибудь, да, вымудривать и накрывать. Ирина, а вот поскажите, ваш сын, он умеет готовить? Ой, у меня вот сын изумительно готовит. А вот скажите, это ещё тоже вот мне интересно, как мальчика научить готовить? Потому что, опять же, столько всяких разных соблазнов, и есть парни, которые его, знаете, он ждёт, когда она придёт с работы, да, и муж что-то приготовит. Но он тоже, знаете, я не знаю, может быть, во-первых... Смотрел на вас? Ну, смотря на меня, плюс у нас там были определённые сложности, вот, когда я почти 8 месяцев лежала в госпитале, и дети, папа был на службе, дети были одни. Ну, то есть сами должны были научиться себя кормить. Да, и Тёме приходилось обеспечивать себя, кормить сестру и приносить мне ещё и в госпиталь, потому что я немного кушала. А сколько ему лет было? Ну, он был в 11 классе. А, ну, то есть уже взрослый, да? Да, он был взрослый. Вот посмотрите у нас, что у него получается. Красота. Давайте ещё одну покажем. Давайте, да. И можем достать то, что мы с вами заготовили. Да. Потому что... Потому что уже запахи стоят, обалденные. Да, и я уже вижу, что нужно доставать нашу картошечку. По-французски заканчиваем со свёклой. Да, сейчас мы завернём ещё один тоже. Правда, у нас тут уже немножечко... А вот мне интересно, сырок, это у нас для... Ну, вот мы не добавили его сюда. Для картошки, да? Но можно было для картошки, можно было и сюда добавить. Но здесь есть сливочный сыр. То есть это уже, знаете, на любителя. На любителя, да-да-да. И, Ирина, я вижу интересное приспособление. Опять же, мне кажется, что... Да, сейчас я сниму перчаточки. В моём детстве на кухне оно было, но... Ну, я не думаю, было у вас или не было. Интересная какая-то конструкция, но расскажите, что это... Это... Ну, я привезла эту конструкцию ещё с Чехии. Она вот такая. То есть это для того, чтобы помолоть орехи. Но я считаю, что вот такие розочки, они должны быть тоже украшены и добавлены на орехи. Я люблю кедровые орехи. То есть просто сюда вот добавляешь их. Ну, добавлять сюда можно любые орехи. И грецкие. И вот таким образом. Вот оно, смотрите. Красота. Поэтому вы с собой носите её. Да, да, я её люблю, потому что, да. Но если нет такого приспособления, то вполне себе... Ну, нет, можно точно так же обыкновенными ножом порезать. Да, да, ну или на Верочку. Итак, вот здесь мы с розочками спрятались. Я предлагаю показать то, что мы заготовили. Вот смотрите, как это всё в идеале красиво подаётся. Меняем, да? Да, давайте мы сюда выложим. Ещё несколько штучек, да? Да, что у нас там вроде бы место есть. Да. Мы вот так сейчас сюда тоже добавим. По краям зелень. И вот оно отличное яркое украшение стола. И я пошла за картошечкой, потому что она меня зовёт уже. Мне кажется, не только меня, но и вас в том числе. Ой! Итак, вот они, два идеальных блюда настоящей хозяйки. Картошечка по-французски, ещё и с черносливом. Да, с черносливом. Да, да, да. Помидорчиками, лучком. И розочки очень красивые сами по себе, ещё полезные, вкусные. И главное, что у нас вот этот вот антураж из зелени отлично дополняет. Ирина, спасибо большое за то, что вы пришли. Приходите ещё. Хорошо. Учите нас быть идеальными хозяйками и жёнами. Давайте небольшие секреты, лайфхаки. Вам спасибо большое. До встречи. До встречи. А мы увидимся после рекламы. Манеж Хабаровского цирка на месяц превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами, каскадами водопадов и захватывающей игрой света. К нам приехал долгожданный цирк на воде. О том, почему новая программа называется «Остров сокровищ», и что на этот раз приготовили артисты для зрителя, расскажет ковёрный цирк на воде Денис Мурзалёв. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в Хабаровске. Сколько дней вы уже до начала выступления находитесь в городе? Ну, примерно 10 дней до начала выступления. То есть переехали мы 22-го, 24-е число. И готовились. Пока подготовка была, там разгрузка-погрузка, всё распределили. У нас каждый блок распределяется, чтобы потом было строительство самого бассейна. Бассейн – такое сложное сооружение, оказывается. Его нужно определить место, потому что манеж надо определить, чтобы он стоял примерно в центре, чтобы купол был там по центру всего нашего действия. Но про техническую особенность мы поговорим. Давайте начнём с главного – «Остров сокровищ». Вы привезли в Хабаровск. Что это за программа? Ну, «Остров сокровищ» – это не в прямом таком понимании, а немножко такая ассоциация, что это некий остров в каком-то большом действии. Это сказочные такие персонажи, это фантастическое какое-то волшебство, по которому этому большому миру мы вводим как бы зрителя. То есть есть мировоззрение такое, 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 там вода, воздух, огонь, земля. И мы по вот этим волшебным стихиям вводим, проводим и объясняем человеку, что у тебя есть все возможности, чтобы себя реализовать. Ну, про стихии мы поговорим, но главное всё-таки я понимаю, что стихия – это вода. А вот теперь расскажите, чего стоит привезти в Хабаровск, давайте так, столько воды. Я так понимаю, что там её очень много, и ещё же нужно её структурировать каким-то образом. Главное – это бассейн, да, на арене? Да, ну, самая сложность конструкции – это бассейн, потому что у нас от 130 до 160 тонн воды примерно, в зависимости от цирка, то есть бывают манежи разные, то есть чуть больше, чуть меньше, там выше, ниже вот эти уровни. И, соответственно, у нас настройки больше, меньше, но обычно где-то полутораметровая глубина у него, и отсюда выходят всякие разные вот эти вот объёмы воды. Ну, сама сложность – это вот настройка, когда вот уже бассейн поставил, всё там, материал всё уложил, чтобы он не протекал, там двойной слой, манеж закрываем, там всё это делается, настройка форсунок идёт, это самое сложное, то есть их много, их более ста штук, плюс у нас ещё появились водопадные форсунки, которые пенные называются, это вообще сложно, там столько, раньше провода, нам казалось, много проводов, чтобы не управлять, а сейчас вместо проводов очень много больших толстых шлангов, которые под давлением поддаются вот эти вот пенные фонтаны. Всё это настройка идёт, заливка, сама вода у нас используется только для людей, животные там не используются внутри, ну, это мы как приняли по технике безопасности, чтобы инфекции никакой не было. То есть вода, которая будет использоваться животное, её нужно будет менять. То есть тоже вот за этим вы сидите. Да, то есть даже если используют какую-то химию, допустим, что-то фильтровать и так далее, то есть её нельзя было всё равно использовать потом для людей. Ну, как бы можно, но будет небезопасно для человека. То есть этот вот выделяемый от животных, оно там остаётся, и потом человек может как-то или иначе на себя принять. То есть вы за этим следите, это хорошо. Давайте сразу тогда поговорим про животных, коли вы про них вспомнили. Что за животные задействованы у вас в программе? Ну, всякие разные экзотические животные. Морской кот даже присутствует, который на удивление, на наше после года перерыва, так сказать, ну, хотя перерыва для него не было, он постоянно ходил на репетиции, то есть ему организовывали, да. Вот он выходит, каждое представление. Вот раньше он мог подумать, идти мне и не лети. Он такой вот таким, посмотрит туда-сюда, так глазками моргнётся, мне и в клетке прям разворачивается, вот его подвозят туда. Он устал за пандемию просто, хочет выступать теперь. Не успеваешь открыть, он выбегает, смотрит, я сейчас вам тут покажу, как надо, что делать. Вот, также у нас есть экзотические, это попугаи. Это попугаи разноцветные, как аду. Дрессировщица с ними буквально на своём языке, дрессировщика, то есть они, применяя каких-то там даже жестов, просто показывают вот твое задание, там, допустим, на велосипеде он уже знает, он тоже там крутит педали, как антипод крутит сигар эту маленькую, ну и так далее. То есть они вот такие, попугаи в некий такой коллектив. То есть когда такой лисы заносят, сначала заносят две ары, они сидят и ждут их как аду. Потом подносят им, ну, этот как старший генерал встаёт, там, кар-кар им сказал, они там, перейдут, кар-кар, всё, и пошли в гремлю с вами. Настоящие артисты цирка. А будь-то ли крокодил? Вот это, я так понимаю, что такой серьёзный номер, гвоздь программы, и все его ждут. И один из номеров такой интересный, то есть там всё связано со светом, с огнём, где вот вода, огонь и воду, там все четыре стихии переплетаются. Это номер с рептилиями, так скажем. То есть начинаются змеи там, аконоконду, да, вот там тигровый питон, всё у нас показывают, всё это есть. И потом, как говорится, из волшебства, из ларца появляется он тот самый крокодил. Раньше он был чуть-чуть поменьше, он за этот год подрос. Ну, кормили хорошо. Да, решил вырасти. Дрессировщик, когда вот начал с ним работать, ну, мы же просто его водили, как бы там в бассейне хоть и плавает, ну, и тут в этот раз, ну, первый раз, когда мы в Владивостоке только открылись, было тяжело его взять. Он большой. Я вообще наблюдала за этим номером, вот, знаете, и так подумала, насколько вообще страшно дрессировщику. Или у него вообще уже нет этого чувства страха, и он нам страшно, а ему совершенно нет. Ну, дрессировщик, он же начинает понимать работу с животным, ну, с любым, да, когда начинает работать дрессировщик, он начинает понимать друг друга. У них начинает своя психология такая. Они его держат, это понимание. Применяет разные всякие свои, скажем, трюки дрессировщика, да, допустим, крокодила, то есть, почему он его когда забрасывает, допустим, обратно на пятак, и потом к нему подходит, он его поглаживает, да, он его успокаивает, что всё нормально, я здесь. Ну, то есть, надо не переживать. Ты не один, да, то есть, всё хорошо. То есть, он с ним такую дружескую взаимосвязь держит. Давайте поговорим про такой небольшой нюанс, о том, что если мы захотим купить билеты на первые ряды, то мы не сможем это сделать. Почему? Ну, тут всё просто. Во-первых, бассейн имеет некую высоту, да, первый ряд у нас как, он вот на уровне манер. Манер там 30-40 сантиметров высотой, поэтому как бы всё достаточно видно. А бассейн имеет полтора метра высоту, поэтому мы не увидим действия то, что у нас происходит внутри бассейна, и практически не увидим тех животных, которые у нас ещё могут там быть в водной основе, да, которые плавают на лодках там и так далее. Поэтому у нас первые два ряда обычно практикуются. Первый, ну, там в зависимости, как они расположены, первый и второй ряд не продаются. То есть не потому, что там нас водой окатить может, да? И это ещё вторая причина. Но это ещё вторая причина, потому что у нас идёт шоу, действие такое с брызгами воды. То есть не просто, но ещё брызги воды. Бывает, иногда фонтаны у нас льют на зрителя. То есть всякое может произойти. Поэтому вы нас бережёте. Да. Денис, расскажите про ваше участие в представлении. Я так понимаю, что практически от начала и до конца вы даже передохнуть-то не можете. У вас столько выходов, и вы как связочка. Ну да, меня когда позвали в этот коллектив, я вообще как бы к воде ни разу не работал с водой. И меня когда позвали, начал работать просто свои репризы, то есть клоунада работал. И потихоньку у меня начали говорить, надо вот так. И мне пришлось передумывать свой образ, всём у себя переделывать и под водную стихию, и под вот это действие всё. И потом организовался такой процесс. Сделали спектакль. Появился «Посланник солнца». Это мой образ с такими вот волосами там. Костюм такой яркий. «Посланник солнца» ведёт нашу девочку, нашего главного героя по вот этим вот чудесным сказкам, временам, фантастическим там, каким-то там волшебным местам и так далее. Вот я как бы проводник. Расскажите про других артистов цирка. Вот вы уже сказали про девочку. Это главная героиня. Главная героиня, да, которая у нас прибывает в сказке, которая показывает всем другим остальным, что неважно какого ты возраста, можешь быть маленький, великий. То есть нам артисты говорят, что у нас будет маленький артист, будет большой артист, будет крупный артист. Это с брёвнами, да, который такой мощный, сильный такой. Но этими брёвнами, как спичками, вот так вот на одном пальце буквально. Вот. А также вот этот номер с крокодилами, дрессировщик тоже для него, это стихия такая сильная. Он не просто крокодил, а он ещё управляет светом. То есть он же работает как лазермен, то есть он управляет этим светом, посылает лучи туда-сюда, то есть он регулирует это всё, то есть умеет это делать. А воздушные акробаты тоже у нас связаны не просто летают в воздухе, но ещё и с водой. То есть полотна у нас, артистская акробатка на полотнах, она связывает свои действия с падениями, с трюками, которые прям в воду, потом из воды снова выходит в эту воздушную стихию и продолжает свою работу. То есть всё это связано, и всё это переплетено. А ваш любимый номер какой? Можете сказать? Никто не обидится. Любимый номер? Я не могу сказать, какой любимый номер, но мне нравится, когда наше действие получается единым целым, когда оно не разделяется, у нас нету каких-то стопов, там, ну, что-то такого. Когда оно нон-стопом прошло, вот это меня больше всего радует. Это тогда вообще всё правильно получилось. И когда зритель начинает, какие-то овации, там, благодарность, ну, то есть это самое яркое. То есть вы тоже ловите реакцию зрителей, она для вас важна. Или важнее всё-таки, чтобы всё прошло идеально в представление, а зрители тоже как приятное дополнение. Или наоборот, это какой-то, знаете, своеобразный такой, не знаю, адреналин, который и люди вам дают. Ну, могу сказать, как ковёрный, когда я работаю со зрителем, обязательно, если ты делаешь всё правильно, да, то есть ты чувствуешь эту благодарность со зрителями, то есть есть адекватный ответ какой-то, или есть реакция, или есть точка внимания, которую ты получаешь от них. То есть так же и здесь. Программа проходит, вся целика, вся в финал, и когда зритель даёт тебе знать, то, что да, случилось, и мы это видели. То есть, ну, на финале там цветы артистам дарят, то есть получилось всё хорошо. Денис, не могу не спросить у вас про личную историю. Всегда очень интересно, каким образом артист цирка приходит в цирк. Когда у вас это произошло и каким образом? Ну, я не династийный человек, у меня нет династии, я как бы первый в цирке, поэтому всё произошло с глубокого детства нашего Советского Союза, там, так всё интересно, когда мы все ходили по всем кружкам, записывались, везде там, гитара, баян, всё это было бесплатно, да, это у тебя на посёлке, где мы жили, Дом культуры был, там куча кружков, всяких храмов, везде был, в хоре был, на пианино ходил, на баян, на гитару, макраме, везде, потом к нам пришёл тренер по акробатике, в школу, нет, в садик сначала пришёл тренер по акробатике, когда мы уже, пускай группа у нас была перед школой, начали заниматься с нами, там, раз-раз, она отобрала несколько человек и забрала к себе на тренировки, после акробатики мы пришли в спортивную гимнастику, там я уже как бы окоренился, занимался спортом, и у нас открылся, в нашем Доме культуры открылся цирковая студия, и меня туда пригласили, ну и всё, да, когда меня туда пригласили, я не знаю, почему так случилось, что в нем не было, мне руководитель Стравского, так, ты будешь поварёнок, на катушках, всё, то есть меня обозначили, ты будешь клоуна, и вот «Весёлые поварят», я помню, первый дуэт с партнёром, с моим одноклассником делали вот этот номер на катушках в виде поваря с поварёшками большими, всё это, и как бы действие начало продолжаться. А вот скажите, пожалуйста, у всех ли артистов цирка должна быть серьёзная физическая подготовка? Я имею в виду и клоунов в том числе. Обязательно, обязательно физическая подготовка, это развитие своего духа, тела и так далее, то есть ты должен быть готов ко всему, а самое главное, что я считаю у артиста, это импровизация. То, что случается, импровизация, это она сразу первая, а в импровизации может быть всё, то есть тело, оно должно быть готово ко всему в этой импровизации. Ну, допустим, у акробатов, если что-то неровное падение, он должен выкрутиться там, делать какой-то кульбит и там эксцентрику показать тут же, то есть зритель не должен понять, что это ошибка была, это так было задумано. А так бывает, что действительно когда мы сидим и думаем, о, как классно, а вы такие хватаетесь за голову так. Да, у нас потом разбор полётов, вот так вот семь раз расложили по полочкам. Бывает такое, да, конечно. Про физическую подготовку поговорили, а вот мне интересно, каким образом вы переживали пандемию, потому что в выступлении как таковых-то не было, а заниматься, наверное, оно же нужно было. И ещё вопрос самоорганизации тут. Всё очень просто. Мы были как бы в шоке в первое время. Это общее наше, мне кажется, ощущение, да? Да, скорее всего, мировое ощущение, это мировой шок. Ну, у нас был какой? Мы отрабатываем два представления, это в субботу, воскресенье в Владивостоке, и в неделю нам сообщают, что всё, ну, как всё, ну, нам всё, приказы дочитали, показали, всё, мы больше дальше не работаем. И мы не знаем, что делать. И попугай не знают, и крокодил тоже. Никто ничего не понимает, что, как, будущего просто нет. Будущего-то нет, а кого-то надо кормить из животных, за кем-то нужно ухаживать, с водой нужно что-то делать, потому что на каждую неделю у нас идёт процесс фильтрации, там, химия запускается, потом отслеживается, так или нет, может быть, её менять надо, а может быть, её надо дополнять. Ну, в общем, всё такое сложно иногда бывает. И тут вопрос, что делать, как быть. И что вы делаете? Нам месяц, говорят, ждём, ну, не месяц, до конца марта, давайте подождём, будет что-то известно, и когда нам в конце марта сообщают, что, извините, всё. Пождём год. Да. Ждём неделю-две, а потом до конца месяца у нас как бы отпуск распускает на месяц по домам. Ну, кто может уезжать, кто не может, те, кто ухаживает, они остались там с животными. Все остальные уехали, в том числе я уехал к семье, и через полтора-два месяца я приехал в РАК. Нас созвали, потому что нужно будет готовить программу. Неважно, когда это будет открытие, мы думали все, ну, вот, всё, летом откроем, всё, потом осень, всё уже, сезон начинает, ну, новогодние ёлки откроются, уже как бы, ну, всё, всё, нет, и тут только раз после ёлок, а мы всё это время готовим. Кто-то что-то меняет своих, кто-то экспериментирует. тут у нас номер такой, с зелёными пришельцами, мы его назвали, переменялся структурно, вообще, то есть был один тип номера, стал немножко другой, как бы прыгуные акробаты остаются, которые в воде прыгают, а главный герой, которого мы задействовали, оставили, он изменил вообще ход событий, то есть человек репетировал эквилибр, то есть он не готов был к номеру, всё, и тут мы увидим, как бы, вот тут есть такая задумка, и наш режиссёр, который, кстати, вот с крокодилами-то работает, укоротитель наш, он ещё хореограф, то есть он ставит все танцы у нас. И режиссёр, и ещё и... Да, он режиссирует, как объяснить, хореографию, да, ставит всем артистам, и режиссирует само действие, допустим, если где-то есть, не связка, то есть он эти связки начинает режиссировать. Кто-то что-то, как говорится, от бреда дополняет, мы туда сразу вставляем, тоже эксперимент, пробуем, идёт, не идёт, там смотрится или нет. В итоге получилось представление, которое показываете сейчас. Как вы считаете, с какого возраста оно детям доступно? Или вообще, вот можно сказать, для какого возраста рассчитано? Ну, я бы сказал, для любого, но опять же, нужно понимать, чтобы человек мог посмотреть. Можно сказать, это от ноль плюс, да, то есть почему? Потому что ребёнок может прийти с мамой, там, с папой, с родителями. Вообще, я как ковёрный, я за то, чтобы с семьёй ходили, с семейной институтом. Это самое главное, самое важное, когда дети и родители вместе, приходы, получают досуг, причём качественную услугу эту получают. Они отдыхают, расслабляются, что-то для себя понимают, где хорошо, а где плохо. А когда ребёнок, начиная задавать вопрос, а почему так, он имеет связь с родителями, значит, он необходим, родители ему нужны, и всё такое. Денис, есть ещё билеты? Я вот сижу, уже понимаешь, нужно бежать с петербургом купить. Я вот насчёт этого не могу сказать, если не ещё, но я думаю, что они ещё есть в каком-то количестве, поэтому их можно купить в краевом цирке в самой кассе, также на ДВХАП можно взять поэлектронному. В общем, площадки есть и возможность увидеть вас тоже. Спасибо большое за ваше представление, за то, что сегодня многое нам прояснили. Вам удачи, а это была программа «Открытая кухня». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин